Произведение Рея Брэдбери «Вино из дубанчиков» стало для меня откровением. Я считаю, что это одно из гениальнейших произведений. И почему я так считаю? Основная идея в том, что 12-летний мальчик, Дуглас, вдруг понял, что он живой. Что это значит, да? Вспомните, как здорово понять летом, когда ты в лесу, как здорово бежать в брусиновых легких туфлях после долгой тяжелой холодной зимы. Почувствовать рассул на траве, почувствовать это единение с семьей, да? И недаром автор выбрал именно ребенка 12-летнего. Почему? Потому что все самое здоровское, самое искреннее, самое красивое случается с нами в детстве, да? И мы это проносим в течение всей своей жизни. Мы вспоминаем те детские моменты, те чувства, что с нами случались, те запахи, те краски. Мы радуемся этому. Когда нам плохо, мы об этом думаем, и становится чуточку легче, ведь правда. И этот ребенок, он вдруг это осознал, и все его друзья, все его родители проходят с ним эту замечательную пору. Но автор еще сделал такую замечательную вещь, он включил туда взрослых. Но для чего? Он показал, что в душе каждого человека есть эта детская искорка, есть эта искренность, да? Которую мы проносим через всю жизнь. Не важно, тебе 70, 95 лет. И, например, что человек может быть живой машиной времени, как, например, полковник Фрилей, который прошел через много войн, через многие яркие события, и может рассказать и показать это своим потомкам. А потом, когда будет умирать с трубкой в руке, он будет слышать через эту трубку шум улиц далекой Испании. Понимаете, как это красиво, как это замечательно. И хочу еще прочитать такой небольшой отрывок. «Я и правда живой», — думал Дуглас. «Прежде я этого не знал, а может и знал, да не помню. Хочу почувствовать все, что только можно», — думал он. «Хочу устать, хочу очень устать. Нельзя забыть ни сегодня, ни завтра, ни после». Вино из-за дуванчиков. Самые эти слова, то есть точно лето на языке, вино из-за дуванчиков, пойманное и закупоренное в бутылке летом. И теперь, когда Дуглас знал, по-настоящему знал, что он живой, что он затем и ходит по земле, чтобы видеть и ощущать мир, он понял еще одно. Надо частицу всего, что он узнал, частицу этого особенного дня, дня сбора от дуванчиков, тоже закупорить и сохранить ее. С этой книгой я поняла, что я живая. Спасибо.